Все создано для поклонения Аллаху Разъяснить сказанное выше можно следующим образом Поистине всемогущий и великий Аллах Направил своих посланников Ниспослал Писание и сотворил небеса и землю Чтобы его знали, признавали его единственность и поклонялись ему И чтобы религия была посвящена ему И чтобы покорность была обращена к нему И призыв велся к нему Как сказал Всевышний Аллах Я сотворил джиннов и людей только для того Чтобы они поклонялись мне и не поклонялись никому иному Сура рассеивающая, аят 56 И Всевышний Аллах сказал Мы сотворили небеса, землю и все, что между ними Только ради истины Так что они служат указанием на совершенство И могущества создателя Сура Аль-Хиджр, аят 85 И Всевышний Аллах сказал Аллах тот, кто сотворил семь небес и столько же земель Повеление нисходит между ними Чтобы вы знали, что Аллах способен на все И что Аллах объемлет знанием всякую вещь Сура развод, аят 12 Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров Это Аллах сотворил семь небес и семь земель И он ниспосылает повеление, к которому относятся и откровение, которое он внушает своим посланникам И то, посредством чего он управляет и распоряжается своими творениями между небесами и землей Это для того, чтобы вы, о люди, знали, что Аллах может все И для него нет ничего непосильного И что Аллах знает все и обо всем И нет ничего выходящего за пределы его знания и могущества Тафсир Муэссар И Всевышний Аллах сказал Аллах сделал Каабу, заповедный дом, а также запретный месяц Жертвенных животных и животных с шейными повязками, опорой для людей Это для того, чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах И о том, что на земле И что Аллах ведает о всякой вещи Сура трапеза, аят 97 Всевышний Аллах сообщил, что целью сотворения и повелений Было познание творениями Всевышнего через его имена и качества И чтобы они поклонялись ему одному, не предавая ему никаких сотоварищей И придерживались справедливости Это и есть справедливость, на которой зиждутся небеса и земля Как сказал Всевышний Аллах Мы уже отправили наших посланников с ясными знамениями И не спослали с ними писание и весы Чтобы люди придерживались справедливости Сура железа, аят 25 И Всевышний сообщил, что он направил посланников Не спослал писание, дабы люди придерживались справедливости К величайшим же проявлениям справедливости относятся единобожие Более того, это вершина справедливости и главная опора ее И поистине предавание Аллаху сотоварищей, ширк Великая несправедливость Ширк – величайшая форма несправедливости Тогда как единобожие – величайшая форма справедливости И все, что наихудшим образом противоречит единобожию Является самым тяжким грехом Таким образом, тяжесть греха зависит от того Насколько сильно он противоречит этой справедливости И чем больше действия соответствуют ей Тем более обязательным проявлением покорности Аллаху оно является Задумайся же об этой основе и связанных с ней подробностях И ты увидишь мудрость наимудрейшего и самого знающего В том, что он возложил на своих рабов И в том, что он запретил им И ты увидишь, как различаются степени проявлений покорности ему и грехов Поскольку предавание Аллаху сотоварищей Само по себе несовместимо с этой целью То оно является самым тяжким из грехов И Аллах сделал рай запретным для всякого многобожника А все потому, что они отказались признавать себя его рабами И Всевышний Аллах отказался принимать деяния Предающих ему сотоварищей Он не принимает заступничество за предающего ему сотоварищей Не отвечает на его мольбу в мире вечном И не прощает его грехи Ибо поистине предающий Аллаху сотоварищей Крайне невежественен по отношению к Аллаху Ведь он приравнивает к нему его творение А это верх невежества по отношению к нему И верх несправедливости При этом предающий Аллаху сотоварищей Притесняет не Господа своего, а самого себя Посредники и заступники Тут есть один важный вопрос Заключается он в том, что предающий Аллаху сотоварищей Порой делает это с целью возвеличивания Всеблагого и Всевышнего Господа Полагая, что из-за его величия К нему не следует входить без посредников и заступников Ведь именно так обстоит дело с земными царями Таким образом предающий Аллаху сотоварищей Не имеет целью продемонстрировать Пренебрежительное отношение к Господству Аллаха Напротив, он стремится возвеличить его Он говорит Поистине я поклоняюсь этим посредникам Чтобы они приблизили меня к нему И ввели меня к нему То есть объект стремлений, он, а эти сотоварищи Всего лишь посредники и заступники Почему же это навлекает на человека недовольство и гнев Всевышнего Обрекает его на вечное пребывание в огне И лишает его неприкосновенности С этим вопросом связан другой вопрос Можно ли предположить, что Всевышний Аллах Предписал своим рабам приближаться к нему Посредством заступников и посредников И о запретности этого мы узнаем из шариата Или же это изначально отвратительно Человеческой природе и человеческому разуму И шариат не может принести нам подобное Ибо все шариаты подтверждали запретность того Что человеческая природа и разум Находят крайне отвратительным И почему именно этот грех В отличие от остальных Он не прощает Как сказал Всевышний Аллах Поистине Аллах не прощает Когда к нему приобщаются товарищей Но прощает все остальные Или менее тяжкие грехи Кому пожелает Сура женщины Аят 48 Подумай же над этим вопросом И призови на помощь сердце свое И разум свой Дабы найти ответ на него И не считай его неважным Ибо поистине это и есть разделительная черта Между приверженцами единобожия и многобожниками Обладающими знанием об Аллахе И невежественными в отношении Него Обитателями рая и обитателями ада Мы говорим следующее А Аллах тот кто дарует успех И у него мы просим помощи и направления Ибо поистине кого Аллах ведет прямым путем Того никто не введет в заблуждение А кого он оставляет в заблуждении Того никто не выведет на прямой путь Предавание Аллаху сотоварищей Предавание Аллаху сотоварищей Ширк Бывает двух видов Первый вид связан с сущностью Аллаха Его именами, качествами и действиями Второй вид Предавание Аллаху сотоварищей В поклонении ему И в отношениях с ним Даже если человек считает Что у Всевышнего Аллаха нет сотоварищей В его сущности, качествах и деяниях Первый вид делится на два подвида Подвид первый Ширк отрицания Это самая отвратительная разновидность Ширка Таким был Ширк фараона Который сказал А что такое Господь миров? И он же сказал Хаману Построй для меня башню Может я доберусь до Господа Мусы Ибо поистине я считаю его Одним из лжецов Всевышний Аллах сказал Фараон сказал А что такое Господь миров? Сура поэты Аят 23 И Всевышний Аллах сказал Фараон сказал О знать Я не знаю для вас истинного Бога Кроме меня О Хаман Разожги огонь над глиной И сооруди для меня башню Чтобы я смог подняться К Богу Мусы Поистине я полагаю Что он является одним из лжецов Сура рассказы Аят 38 И Всевышний Аллах сказал Фараон сказал О Хаман Построй для меня башню Быть может я достигну путей Путей небесных И взгляну на Бога Мусы Поистине я считаю его лжецом Сура прощающий Аяты 36-37 Предавание Аллаху сотоварищей И отрицание Взаимообязательны Всякий предающий Аллаху сотоварищей Отрицает истину И всякий отрицающий истину Предает ему сотоварищей Однако ширк Не предполагает В обязательном порядке Саму основу отрицания Поскольку предающий Аллаху сотоварищей Может признавать Всевышнего Творца И его качества Однако не исполняет Свою обязанность Исповедовать Единобожие Корнем же ширка И основанием его К которому он возвращается Является отрицание Оно делится на три категории Первое Отрицание связи Между сотворенным и Творцом Второе Отрицание святости И совершенства Творца Через отрицание его имен Качеств и действий Третье Отрицание того Что раб Аллаха Обязан вести себя По отношению к нему Так Как предполагает Исповедание Единобожие Сюда относится ширк Приверженцев Теории единства бытия Которые говорят Что нет таких понятий Как Творец и Творение Нет разделения На эти две категории И совершенный Творец Одновременно является И несовершенным Творением Сюда же относится и ширк безбожников Утверждающих об изначальности И вечности нашего мира Мол он существовал всегда И будет существовать всегда По их мнению Все является следствием Определенных причин и средств Их они называют разумами и душами Сюда же относится ширк того Кто отрицает имена Всевышнего Господа Его качества и действия Это крайние представители Джахмитов и Карматов Которые не признают ни имен Ни качеств Всевышнего Согласно их утверждениям Творение совершеннее Творца Потому что совершенство сущности Определяется ее именами и качествами Второй подвид Ширк того, кто поклоняется Наряду с Аллахом Другому божеству И при этом Не отрицает его имена Качества и господства Это ширк христиан Которые сделали его частью Троицы Обожествив при этом Иисуса и его мать Сюда же относится ширк Магов-огнепоклонников Относящих все благое к свету А все зло к тьме Сюда же относится ширк Кадаритов Которые говорят Что живое существо Само является Творцом своих деяний И что это Происходит вне зависимости От воли Аллаха Его могущества и желания В этом они подобны Магам-огнепоклонникам Сюда же относится и ширк того С кем пророк Ибрахим Мир ему Вел спор о Господе своем Ибрахим сказал ему Мой Господь тот Кто дарует жизнь и умершвляет Он сказал Я дарую жизнь и умершвляю Сура Корова Аят 158 Этот человек приравнял себя к Аллаху И утверждал Что дарует жизнь и умершвляет Так же Как делает это Аллах Ибрахим Мир ему Обязывая оппонента Привести доказательства Сказал ему Что если все так Как он утверждает То он должен быть способен И заставить солнце Появиться не с той стороны С которой выводит его Аллах Сюда же относится ширк Многих из тех Кто верит во влияние планет И считает Что они управляют нашим миром Таковы убеждения Сабиев И представителей Некоторых других течений Сюда же относится ширк Поклоняющихся солнцу Огню И так далее Среди них есть утверждающие Что объект их поклонения Действительно является Богом Некоторые же утверждают Что это верховный Бог Есть среди них и утверждающие Что это один из Богов И если поклоняться ему И посвятить ему себя То он будет благоволить ему И одаривать его своей заботой А некоторые утверждают Что объект поклонения С более низким положением Приближает его к объекту поклонения Более высокого уровня А тот в свою очередь Приближает его к объекту поклонения Более высоком И таким образом Все эти божества Якобы приближают их Ко Всевышнему Аллаху У некоторых таких посредников больше У некоторых меньше Ширк в поклонении Что же касается предавания Аллаху сотоварищей в поклонении То этот вид менее серьезен Чем описанный ранее Поскольку исходит от того Кто убежден, что нет божества Кроме Аллаха И что никто не вредит И не приносит пользы Не дарует и не лишает Кроме Аллаха И что нет божества И нет Господа Кроме Него Однако при этом Он не посвящает Свои деяния И свое поклонение Одному лишь Аллаху Иногда он делает Что-то ради самого себя Иногда ради Обретения мирских благ Иногда ради Возвышения И снискания Высокого положения И влияния Среди творений То есть он посвящает Часть своих деяний И усилий Аллаху А часть Собственной душе И страстям Часть шайтану И часть творением Таково положение Большинства людей Это предавание Аллаху Сотоварищей О котором Упоминал пророк Мир ему И благословение Аллаха В хадисе Предавание Аллаху Сотоварищей В этой общине Менее заметно Чем шаги Муравья Люди спросили Как же нам Спастись от него Он ответил Говори О Аллах Поистине Я прошу У тебя защиты От того Чтобы предавать Тебе сотоварищей Зная об этом И я прошу У тебя прощения За сделанное По незнанию Сахихальджами В другом сборнике Эта история Излагается Более подробно Мак-Иль Ибн-Ясар Да будет Довольным Аллах Передает Однажды мы Вместе с Абубакром Ассаддыком Да будет Доволен им Аллах Отправились К пророку Мир ему И благословение Аллаха И он сказал О Абубакр Поистине Предавание Аллаху Сотоварищей У вас Менее заметно Чем шаги Муравья Абубакр Сказал А разве Предавание Аллаху Сотоварищей Это никогда Человек признает Наряду с Аллахом Иного Бога Пророк Мир ему И благословение Аллаха Сказал Клянусь тем В чьей руке Душа моя Предавание Аллаху Сотоварищей У вас Менее заметно Чем шаги Муравья Не указать Ли тебе На слова Произнеся Которые Ты избавишь Себя И от малой И от большой Его доли И он Он сказал Говори Мой Господь Поклоняться Семерением Ведь поистине Всевышний повелел посвящать поклонение исключительно Ему. Всевышний Аллах сказал, а ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, посвящая Ему религию, как приверженца единобожия. Сура Ясное Знамение, аят пятый. Соответственно, тот, кто не посвящает поклонение исключительно Аллаху, не исполняет его веление. Более того, если кто-то совершает не то, что ему велено совершать, то совершаемое им недействительно и не будет принято от него. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, передает в хадисе Кудси, что Всевышний Аллах сказал, я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы мне предавались и товарищей. И если кто-то совершит деяние не только ради меня, но и ради кого-то еще, то оно запишется ему, как совершенное не ради меня, и я не имею к нему отношения, передал муслим. Этот вид предавания Аллаху со товарищей делится на простительный и непростительный, а также на большой и малый. Первый вид делится на большой и величайший, и все, что относится к нему, не подлежит прощению. Сюда относится предавание Аллаху со товарищей в любви и возвеличивании. Это тот случай, когда человек любит творение так, как любит он Аллаха. Это ширк, который Аллах не прощает. Это как раз та разновидность, о которой Всевышний Аллах сказал, «Среди людей есть такие, которые приравнивают кого-то к Аллаху и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее, чем те, любят Аллаха и тех, кого они приравнивают к нему». Сура Корова, аят 165. «Совершавшие этот вид ширка, скажут своим божествам, оказавшись в огне вместе с ними, «Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, когда равняли вас с Господом миров». Сура поэты, аяты 97-98. При этом известно, что они приравняли ко Всевышнему эти объекты поклонения не в том, что касается сотворения и дарования удела, умершвления и оживления, власти и могущества, а в том, что касается любви, обожествления, покорности и смирения. Это предельная несправедливость и невежество. Как можно приравнять созданное из земли к Господу? И как можно приравнять рабов к их властелину? И как можно приравнять нуждающегося, слабого, бессильного, неспособного обойтись без него, которому от сущности достается лишь отсутствие, к самодостаточному и могущественному по сущности своей? Самодостаточность, могущество, власть, щедрость, благодеяние, знание, милость и абсолютное совершенство которого, неотъемлемы от сущности его. Какая несправедливость отвратительнее этой? И какое решение более несправедливо, чем решение того, кто приравнял кого-то или что-то к тому, что не имеет равных? Как сказал Всевышний Аллах, «Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мрак и свет, но даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу других». Сура Скотт, аят первый. То есть, это указание на величие Всевышнего Аллаха и на то, что только Он достоин поклонения и никто не должен предавать Ему сотоварищей. Тафсир Муэссер, «Предающий Аллаху сотоварищей, приравнивает к тому, кто сотворил небеса и землю, тьму и свет, того, кто не владеет ни для себя, ни для кого-то иного, и мельчайшей частицей, ни в небесах, ни на земле». Это приравнивание – крайне несправедливое и отвратительное деяние.